Всем привет! Вещают Могилевские хроники. Почти каждый могилевчанин знает, где находится поселок Гребеневский. Известен он тем, что там живут цыгане. Рядом с поселком находится Святое озеро, одно из любимейших мест отдыха горожан. А вот почему поселок называется Гребеневский? Теперь мало кто знает. История деревни ведет свое начало с конца 18 века. В белорусских губерниях проводилось генеральное межевание. К тому времени границы земельных участков оказались настолько запутанными, что пришлось по новой составлять планы землевладений. Заодно губернские уезды на землемеры и чертежники рисовали и новые карты. На такой карте Могилевского уезда значится и деревня Гребенев. Собственно, деревня населенный пункт из нескольких домов не был. Среди дремучих лесов располагалась на небольшой вытянутой возвышенности или же гребне. Барская усадьба под названием Фольварк. Фольварк Гребенев входил в состав Винянской волости, а почти половина волости принадлежала отставному полковнику гвардии Львову Дмитриевичу Кисловскому, который укупил в 1873 году имение Вейна с 7453 десятинами земли. Из этой земли почти 5000 десятин занимал лес. Пахотной земли в имении было в 1881 году всего 810. Вблизи крупных по тем временам деревень Новоселки, Вильчицы и Лыков на землях имения располагался винокурный завод, один из крупнейших губерний. Четыре водных мельницы, два постоялых двора. Сам полковник жил в Москве, хозяйством не занимался, а сдавал земли и имущество в аренду. В 1881 году полковник умер и имение перешло к наследникам, трем сыновьям и двум дочерям. В то время поместное сельское хозяйство губерний переживало упадок, половина имений несли убытки и помещики усиленно избавлялись от земли. У Кисловских тоже не было желание заниматься земледелием и они стали распродавать имущество. Начали с леса. Благо рядом был Днепр, по которому древесина сплавлялась в южной губернии. Потом стали продавать саму землю. Лесные вырубки скупали крестьяне. Часть лесных вырубок была продана на торгах тем, у кого были деньги. Те, кто были бедны, брали досрочные займы в крестьянском поземельном банке. Но чтобы заняться земледелием, надо было начинать хозяйство с нуля, очистить от ней участки, построить дом, сарай, хлева, конюшни, вырыть колодец. Немного желающих было на эту тяжелую работу. Брали за нее самое трудолюбивое и крепкое семейство, в том числе и прибывшее из других уездов Могилевской губернии. Так постепенно вокруг фольварка Гребенев стали расти хутора, на которых начали вести хозяйства Козловские, Дубровские, Савицкие, Репинские и так далее. И хотя Гребенев уже упоминался в 1910 году в списке населенных пунктов Могилевской губернии, составленной Пожаровым, как деревня с 64 дворами и 300 жителями, таковой она не была. Дома и земельные участки не располагались один за другим, формируя улицы, а были в хаотичном порядке разбросаны по обширной территории. Все жили сами по себе, ведя единоличное хуторское хозяйство. Активизировали хуторское хозяйство и расселение реформы Столыпина, который делал ставку на единоличника, на крепкого ответственного хозяина, а не на крестьянскую общину, основанную на круговой поруке. Жители Гребенева с давних времен были тесно связаны с Могилевым. Все начальство, начиная волосным старшиной и кончая полицейским приставом, размещалось в городе. Что касается религии, то хотя Винянская церковь находилась ближе, гребеневцы были приписаны к Троицкой церкви на Луполова. В 1930 году в Могилеве построили фабрику искусственного шелка, а рядом с ней ТЭЦ. Топливо для теплоэлектростанции решили брать на болоте, что располагалось рядом с деревней. Для добычи торфа создали торфзавод Гребенева, построили сеть узкоколейных дорог, подвесную канатную дорогу через Днепр. Рядом с торфоразработками построили поселок для рабочих, который получил название от ближайшие деревни. Многие деревенские жители устроились потом работать на торфзавод. Первые торфоразработки проводились в месте расположения сегодняшней улицы Вильчицкой, у самого Днепра. Копали торф вручную, специальными рожковыми лопатами. Их еще называли полосками. Работа была тяжелой, нужны были рабочие руки. Здесь были задействованы в основном вербованные со всех районов Могилевской области рабочие. Платили им по тем временам неплохо. Были представлены общежития барачного типа. Кипела жизнь и в самой деревне. В 1927 году состоялся 15-е съезд в КПБ, где было принято решение приступить добровольной коллективизации крестьян. Шла на туго, и 5 января 1930 года ВКПБ принял постановление о темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. Это постановление предусматривало проведение форсированной коллективизации в принудительном порядке. 1 февраля 1930 года было принято постановление о ликвидации кулачества как класса, которое лишало крестьянские хозяйства, признанное кулацкими, земли, орудий труда, рабочего скота, зачастую и жилья. Местным органам власти разрешалось применять все необходимые меры для борьбы с кулачеством, в том числе и конфискация имущества и выселение. Планировалось завершить ее к 1931 году. Стоит заметить, что к кулакам в БССР относили примерно 4,2% крестьянских хозяйств, а раскулаченных было до 15% по округам, а это 75,5 тысяч всех крестьянских хозяйств. Нет точной информации, сколько кулаков выявили в деревне Гребенева, а вот крепких средняков среди гребеневцев было достаточно. Очень не хотели они расставаться со своими хозяйствами, а между тем складывалась такая ситуация, что любой крестинин, не пожелавший вступить в колхоз, мог быть объявлен кулаком. Советская власть по-быстрому организовала в Гребенева колхоз непобедимый, но вступившие в колхоз продолжали жить на хуторах и держать у себя формально колхозный скот, самостоятельно обрабатывая свои наделы. А некоторые даже проявили недовольство политикой большевиков. 31 августа 1935 года НКВД арестовало бухгалтера Степана Жлоба и плотника Дмитрия Короткевича за антисоветскую пропаганду. В результате один получил 5 лет исправительных трудовых лагерей, а второй на год меньше. А в ноябре 1937 года арестовали колхозников Лаврентия Савицкого и Иосифа Жарина. Последнего вскоре отпустили, а вот первый отправился на 10 лет в лагеря. Но и тех, кто тихо сидел и не высовывался, советская власть не оставляла в покое. Был введен прогрессивный налог на кулака единоличника. Запрещена аренда земли и наем рабочей силы. На топографической карте, составленной в 1936 году, за деревней Горбеневы числится 139 дворов. И хотя уже какое-то подобие деревни просматривается, видно, что много подворий хаотически рассеяно на значительном расстоянии друг от друга. Хуторяне упорно не желали сниматься с насиженных мест. К началу 1939 года во всей БССР удалось с большим трудом ликвидировать лишь 14 тысяч хуторов. А еще 134 тысячи ждали своей очереди. Между тем в сельское хозяйство пошла и техника. В результате в январе 1939 года вышло постановление ЦК ВКПБ о селении в 1939 году по Белорусской ССР 30 тысяч хуторских хозяйств колхозной деревни. Сохранилось немало исторических сведений бывших жителей деревни Горбенева, которая раскрывает суть этого населенного пункта. Изучим каждый из них. Так одна из жительниц Горбенева описывает следующее. Я родилась в 1926 году на хуторе, который располагался рядом с нынешним Лавсановским кладбищем. Кстати, оно возникло на месте деревенского кладбища, где хоронили жители деревни Горбенева. Родилась я в доме моего дедушки Григория Сильвестровича Громыка. На этом же хуторе жили его брат и две сестры. В начале прошлого века Громыки купили себе лесные вырубки Винянской волости Могилевского уезда и стали обустраивать там свое хозяйство. Работали тяжело, от зари до зари, но результат был. У дедушки было пять сыновей и две дочки. Один из сыновей Ваня, это мой отец. Дом у дедушки был большой, с верандой. Стоял в сосновой роще. На лето часть комнат сдавалась с дачником из Могилева. Однажды даже к нам приехала семья профессора из Ленинграда. Дедушка подорвал свое здоровье, когда обустраивал хозяйство на новом месте. Часто болел и весь дом держался на бабушке. Держали коров, лошадей, свиней, кур. Так что были всегда с продуктами, а излишки ввозили продавать в город на Лополовский базар. Когда началась коллективизация, дедушкину сестру Анну раскулачили и всей семьей сослали на Урал. И дедушка предложил моему отцу занять ее дом. Вскоре я пошла в школу. Она размещалась в деревянном двухэтажном доме в трех километрах от нашего хутора. Это место называлось Любовка по названию бывшего хутора. Приходилось добираться на уроки и в дождь и в снег. В 1939 году я уехала из родных мест, а когда вернулась, то наш дом уже находился в другом месте, на верхнем поселке, входившей в состав деревни Гребенева. Надо отметить, что хотя хутора и ликвидировали, но компактного расселения не получилось. Деревня растянулась с севера на юг, на несколько километров, и состояла из верхнего поселка, Золотой горки, Запаловки и Нижнего поселка. Так, по крайней мере, называли эти поселения местные жители. Началась война, и многие жители Гребенева были мобилизованы в армию. Травел на мобилизации накрыло деревню сразу после освобождения. За годы оккупации подросло новое поколение солдат. Как следует из книги «Память Могилевского района», с войны не вернулось в родную деревню 93 человека. Да и не все погибшие, пропавшие без вести гребеневцы попали в этот список. Немцы захватили Гребенева, практически без боя. Узнав от местного населения, что в районе деревни Бунича сохранился мост, 20 июля 1941 года разведотряд 23-й пехотной дивизии Вермахта стремился броском перенаправиться через реку Днепр и вышел к торфзаводу Гребенева и занял там оборону. В тот же день два батальона немецкой пехоты развили наступление и, не встречая особого сопротивления через Лупалово, там, где и не ждали, вышли к Днепровскому мосту. Как же пережила Гребенева немецкой оккупации? Об этом вспоминает Евгения Ивановна Громыка. «2 июня 1941 года я встретила в Граево на границе с Польшей, где жила в семье моего дяди Петра. Было мне тогда лет 14. До родной деревни добрались только к концу июля, когда там уже вовсю хозяйничали немцы. Во время оккупации деревня Гребенева вернулась к старым порядкам. Немцы раздали землю и колхозных лошадей жителям, обложив их продовольственным налогом. Когда на общем собрании жителей деревни выбирали старосту, все проголосовали за моего дядю Ивана Громыка. Знали его как порядочного, грамотного и отзывчивого человека. Дядя отказывался, умолял его не избирать, ведь он понимал, чем это грозит. Дядя вскоре связался с партизанами, помогал им как мог. Но делал он это умно, так что немцы ни о чем не догадались. Удавалось и молодежь уберечь от угона в Германию, и скот, и продукты частично сохранить от немецкого грабежа. А когда пришли наши и дядю забрали в НКВД, никто не выступил в его защиту. Кроме обработки земли, каждая семья выделяла ежегодно одного человека на различные работы. Большая часть занималась заготовкой торфа и леса. Летом резали торф на куски, сушили его на солнце и складывали в штабеля. А зимой на санях вывозили кусковой торф в канатной подвесной дороге. Работали бесплатно, зато работникам полагался обед. И хотя мне тогда было 15 лет, я тоже занималась принудительным трудом. Отчим воевал на фронте. В семье было четверо детей, а я из них самая старшая. По мере приближения фронта, грабеневцев стали привлекать и к рытью траншей и блиндажей. Перед самым приходом Красной Армии гитлеровцы собрали жителей деревни и погнали их в сторону Могилева. Но наши войска так стремительно вышли к Днепру, что немцам пришлось думать о том, как спасти собственные шкуры. Не успели они и сжечь и саму деревню. Так что грабеневцы смогли вернуться в собственные дома. Послевоенная жизнь деревни Грабенева – это постоянная борьба с трудностями. Восстанавливали колхозное хозяйство. Жили бедно. Многие покинувшие деревни в годы войны назад уже не вернулись. Отправились на заводы и на стройки. Колхоз был маломощный и в 1950 году его ликвидировали, присоединив к совхозу Вейна. В 1955 году в связи с выработкой залежи торфа торфопредприятие было ликвидировано. И вполне могло случиться так, что поселок при торфзаводе не получил бы дальнейшего развития, а деревня Грабенева продолжала бы жить своим привычным укладом, возделывать землю и заниматься животноводством. Но история сложилась совершенно иначе. Надо сказать, что после Октябрьской революции Грабенева стала центром Волости. Там разместился Грабеневский совет сельских депутатов. Вскоре он стал называться советом рабочих, сельских и красноармейских депутатов. Обычно центр Волости размещался в самой большой деревне, где были школа, церковь и хлебный склад. Грабенева к такой не относился. И тем не менее сельсовет появился именно там. Трудно теперь сказать, что послужило толчком к такому решению. То ли активность грабеневских большевиков, то ли близость к городу Могилева. И ехали из Лыкова, Новоселок, Вильчиц, Люди в Грабенева, чтобы решать с местной властью свои проблемы. Так продолжалось до 1960 года, после чего сельсовет перевели уже в другое место. Послевоенные годы в поселке подробно описывают в своих воспоминаниях Шепелевич Нина Демьяновна. В 1949 году мы переехали в Могилев, так как одна из наших сестер, моей матери, была замужем за парня из деревни Новоселки, что находилась рядом со старым Грабенева. Обосновались недалеко от торфзавода. По обе стороны от места нашей застройки были дремучие карьеры, в которых водились бобры. Некоторые места можно было попасть только на лодке. В те годы здесь была торфразработка, и там, где сейчас находится улица Вильчицкая, брали торф. По подвесной дороге через Днепр в люльках доставляли на шелковую фабрику. Когда выработали все, торф везли на узкоколейке из Годелева. Потом девушки-работницы перегружали их на подвесные люльки вручную. Очень тяжелая работа. Отец, приехав сюда, занимался строительством при торфзаводе. Строил танцплощадку, затем клуб. Когда вышел на пенсию, пошел работать в детский сад. Сейчас в этом здании библиотека и почта. Нынешнее святое озеро находилось немного дальше от нашего дома. Оно больше напоминало болото. Там тоже водилось много рыбы. Припомнится один трагический случай, связанный с этим местом. В гости к матери приехал сын-летчик. Отправился порыбачить на это озеро на лодке и утонул. Слава богу, таких неприятных воспоминаний больше не сохранилось. Все, что связано с моей жизнью в этом месте, вызывает только теплое чувство и приятное воспоминание. 29 мая 1965 года вышло распоряжение Совета министров СССР о проектировании строительства и могилеве огромного комбината синтетического волокна. Деревня Гребенева по проекту попадала частично под застройку, а частично в санитарно-защитную зону и поэтому подлежала полному отселению. Созданному в Могилеве строительному тресту номер 17 Лавсанстрой было поручено построить жилье для переселенцев в Могилеве. Правда, жителям Гребенева был предложен и другой вариант – перенос жилых домов и хозпостроек в другую местность. Но почти все выбрали городскую жизнь. В 1970 году была введена эксплуатация первая очередь Могилевского комбината синтетического волокна. Спустя три года последние дома деревни Гребенева исчезли с лица земли, а ее обитатели полным составом перелистились в Могилевское заднепровье. Подробно описывает историю Гребеневу Нечаева Ольга Николаевна, 1927 года рождения. Наша семья жила в деревне Гребенева, которая находилась на месте нынешнего комбината Химволокно. Была она большой и делилась на шесть поселков. Поселок Запаловка сейчас там стоят корпуса Химволокно. Ближе к лесу был поселок Горлопановка. Там жил крикливый дед. Все его звали Горлопан. Ближе к терзаводу стояли Хитриловка и поселок Нижний. А на теперешней Иловсановской горке был поселок Верхний и Золотая горка. Всего 180 дворов. Деревня была молодежная, жили весело. Рядом с бывшей деревней был торфзавод, который появился в 30-х годах. На нем добывался торф для шелковой фабрики. На торфзаводе из нашей деревни в основном работала молодежь. Работа была тяжелой, но за труд платили деньгами. А нам, гребеневцам, оставляли еще и огороды. Моя старшая сестра Даша работала на этом предприятии. Поэтому у нас было 50 соток огорода и свой сад. Семья была большая, пятеро детей. Очень хорошо помню свой дом, колодец в саду под окном. Школы в деревне не было. Мы все ходили в Вейна. Это примерно в 4 километрах от нас через поле. Там была семилетка. Во время войны школа продолжала работать. Запомнился мне холод, потому что ходили мы лаптях, а деты были плохо. Маме одной было очень тяжело нас всех содержать. А отец был на войне. Деревня относилась к Винянскому сельскому совету. Колхоз назывался «Непобедимый». До колхоза на этой территории были раскиданы хутора. Потом их стянули в одно место. Так и образовалась деревня Гребенева. А председателем колхоза перед войной был мой отец, Даниленко Николай Артемович, 1902 года рождения. Человек он был очень грамотный и имел образование 4 класса. В 1939 году его призвали на Финскую войну. А в 1941 году Николай Артемович оказался в блокадном Ленинграде. Защищал город. Рассказывал отец, что было очень голодно. Многие умирали. Войну закончил в Германии под Берлином. Во время оккупации наша семья об отце ничего не знала. Поэтому, когда появился лагерь военнопленных на территории аэродрома, мать надеялась найти мужа. Ходила туда и кричала. Это было уже глубокой осенью, где-то в конце октября-ноябре. Если у пленных находились родственники, их отпускали. Многие наши жители ходили туда искать своих родных. Несли еду, перебрасывали ее через забор. Немцы отгоняли жителей палками. Пленные умирали от голода и холода. Однако в деревне было относительно спокойно, потому что связи с кризанами не было. И от дороги деревня находилась далеко, примерно 4 километра. Комендатура была на торфзаводе. Примерно в том месте, где сейчас находится школа. Не знаю точно, в каком строении что располагалось. Помню, что коменданта звали Фридрих. При нем был переводчик из местных. Работал на торфзаводе еще до войны. Его все называли Наварид. Он не русский был. Немец или швейцарец. Человек был хороший, помогал нам. Когда немцы уходили, нас спалить хотели. Говорят, что он Фридриха уговаривал не делать этого. Когда наши войска пришли, никто его даже не тронул. Также на торфзаводе работал медпункт. Немецкий врач вел прием. Немцы в начале оккупации местное население не грабили. Полиция была из числа своих, поэтому особо не вредили. На вечеринке к нам приходил баянист из другой деревни. Не помню ни его фамилии, ни имени. В баяне он носил наган. Говорил, что хотел отомстить за смерть убитого немцами отца. Но кто-то сдал его, и немцы его расстреляли. Молодежь все равно искала связи с партизанами. Где они находились, никто не знал. По слухам, то ли на Минском, то ли на Бобруйских направлениях. Группой шести пацанов и двух девчонок, среди которых была моя сестра Дарья Николаевна и ее друзья Оля Батурова и Володя. Даша очень пострадала из-за этого. Сосед Писаренко Петр донес жандармерию. Когда к нам приехали жандармы, Даша была на чердаке. Если бы она случайно не спустилась в этот момент, все бы было хорошо. Никто бы не стал ее искать. А так забрали, посадили. Это со всеми ребятами произошло. Их допрашивали. Была очная ставка. Полиция не установила никакой связи с партизанами. А Писаренко расстреляли за лжедонос. Однако и ребятам не поздоровилось. Их отправили в Германию. Работа была очень тяжелая. В угольных шахтах. Наравне с мужчинами. Жили в общежитии их казарменного типа. Кормили их очень плохо. После войны в начале 50-х годов Володя с Дашей дважды ездили в Германию на очную ставку. Был суд над одним из немцев, который сильно издевался над пленными. Вызывали их сами немцы. Они же оплачивали дорогу. В 1944 году, когда пришли советские войска, я пошла вольнонаемный в госпиталь. Находился он в районе автозавода Кирова. Пошли мы туда вместе с подружкой Аней Попковой. Мне было тогда 17 лет. Поэтому не хотели брать из-за недостатка возраста. Но майор Сорокин пожалел. Так как семья большая, нужно было всех кормить. С госпиталем пошли в Восточную Пруссию. Все солдаты в основном были белорусы. Наших ребят гребеневских тоже всех забрали. Многие, конечно, не вернулись, погибли. А в 1946 году госпиталь расформировали. И я приехала домой, в свою деревню. Когда начали строить Лавсан, все гребеневцы пошли работать на стройку. Наш поселок сносили в последнюю очередь. Жильем обеспечивали всех, кто прописан. Мой брат тоже здесь получил квартиру. В основном все на проспекте Шмита сели. Последние два поселка в доме номер 52. А деревянные дома продавали. У нас было много хороших крепких срубов. На торфзавод много людей приезжало. Строились все. Вот там и дома наши теперь. Сегодня Гребенево – это часть большого города Могилева с населением более 8 тысяч человек и со своей историей. Как показывает сегодняшний день, поселок Гребенево привлекателен природным ландшафтом и земельным фондом. Строятся здесь и многоэтажные дома, а значит количество жителей поселка будет увеличиваться. салюта. 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 Продолжение следует...